На этой тренировке не слишком людно. По годами сложившейся традиции, основной костяк юношеской сборной России по мотоболу составляют игроки Металлурга. Еще по одному человеку Сыпатова и Коврова. Цель недавней поездки в Германию не столько товарищеские игры, сколько смотр возможностей спортсменов. Такая же программа была и у немецкой стороны. Они проводили какую-то работу свою. Мы свою. То есть задачи, которые были поставлены, мы ребят просматривали, которые на следующий год попадают в состав сборной молодежной. Нам надо было тоже определиться, посмотреть, как они между собой взаимодействуют. Я так думаю, и с германской стороны у них такие задачи были. В трех товарищеских матчах россияне неизменно оказывались на высоте. Одна встреча закончилась со счетом 7-0 и две с одинаковым счетом 6-3. Играют хорошо, но все-таки сильнее. Больше у нас тренировок. И у них проблемы были, что им тренироваться они меньше тренируют, чем мы. Там некоторые команды. Впрочем, помимо спортивных баталий, немецкая сторона подготовила для наших спортсменов и культурную программу. Кто нас пригласил, кто нас возил в музей на Формулу-1. Показывал свои места. Музей был ретро-машин с мотоциклами. Самолеты тоже входили. Игры проходили на трех разных полях. В городах Купенхайм, Упстатвайр и Филисбург на юге Германии. Сами спортсмены считают, что показали все, на что способны. Наше большинство слаженных было. Больше передач, больше контратак каких-то было. Сыграла вся команда. У них там по очереди они менялись, как бы говоря. По одному катали и катали. Эта поездка в Германию еще раз подтвердила. У сборной России по мотоболу растет достойная смена. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.